Буэнос-Айрес! Мы тут с парнями недавно устроили стрим, посвященный морской аквариумистике, вернее, это морская аквариумистика для пресноводных аквариумистов, да, или проще говоря, как начать заниматься морем. Сегодня хочу показать вам готовый аквариум, ну, да, банку саму. Покажу, как она, это морская, морская банка, покажу, как она устроена, какие компоненты в ней есть, я покажу сам, как он устроен, и, в общем-то, вы увидите, что ничего там фантастического на этой этапе, во всяком случае, нет. Вот так выглядит коробочка, длина у этой банки 600, ширина 500 и высота тоже 500. Не знаю, сколько литров, можете сами посчитать, но, в общем, небольшая банка совсем. Черный фон я только наклеил, сейчас еще мыло не высохло. В общем, суть в чем, обязательно, ну, вернее, как обязательно, очень желательно иметь переливную шахту. У меня тут будет установлена помпа, там, тонны на две, наверное, я сделал два отверстия под перелив Херби, да, вот видите их, отверстия под 25-ю трубу на 25-ю муфту диаметром 35 миллиметров, условно говорил, но, в общем, вам пригодится. То есть, для такой небольшой банки 25-я трубы будет вполне достаточно, сейчас поближе постараюсь показать. Вот, 35 миллиметров отверстия нужно под 25-ю трубу, да, чтобы муфту туда запихать. Вот, шахту можно делать, я тут вот заэкспериментировал, можно делать ее либо из черного стекла, да, чтобы скрыть трубы. Ну, вот я из матового сатина сделал, в общем-то, тоже смотрится довольно козырно. И все, ну, как-то, да, по самой банке. Из таких советов и рекомендаций рекомендую вам все-таки делать море без ребер жесткости, да, это красиво. К тому же, трудно сказать, сколько тут по материалам, да, по деньгам, сколько тут стоит материал, но, в общем, не колоссальные деньги какие-то. Вот, из десятки можно такую вот нарядную баночку собрать. Вот, да, сейчас покажу еще по сампу, какие-то моменты есть. Вот еще такой момент, очень желательно иметь переливной гребень, да, это вот такая вот переливная гребенка в морском аквариуме, она предотвращает, ну, даже, да, в пресном, предотвращает забивание перелива. Они есть разных типов, акваментик выпускает, ну, вообще, да, по конструкции, тут вот это можно, саму эту гребеночку можно достать и помыть. Такой пообразный профиль, он наклеивается на стекло, вот таким образом. И в этот пообразный профиль можно гребенку эту поставить. Два типа этих гребенок есть, аквамедик выпускает высокие, вот такие, тут 50 миллиметров расстояние зубцов. Я сделал тут просто, чтобы под лицо было с этими самыми, с кромками. Бывают еще вот такие. То есть, бывают вот такие. Тут зубец поменьше, и она бы была пониже. И отличие еще есть в том, что эти гребенки глянцевые, а эти те, что покороче, матовые. Так что будете, когда выбирать, тоже себе посмотрите. Это переливной гребень, аквамедик называется штука. Значит, теперь по сам, посмотрите, какие дела. По габаритам 50 в длину, 40 с чем-то 41 в глубину и высоту 45, кажется так. Я чертежи этого проекта и деталировку, все стекла, сколько там деталей, ПВХ, фитингов, я все в группе ВКонтакте выложу в обсуждениях. Да, ссылку в этом самом описании вы увидите. Теперь конкретно что? Вода будет приходить вот сюда, в первый отсек. Да, здесь будут приходить трубы со слива. И здесь будет устроен маленький водорослевик. Будет светильничек стоять в этом отсеке, в первом водорослевичок. Он отгорожен вот такой вот стеклянной плашкой. Можно было, конечно, вообще кошерно сделать вырез, но можно проще сделать вот так, вклеив перегородочку. Да, вот я об этой говорю, перегородке. Чтобы был перелив. Здесь тоже установлена переливная гребенка для того, чтобы не затягивал туда водоросли никакие. Так это выглядит. Дальше вода из этого, из первого отсека, течет в следующий отсек. Здесь будет установлен пенник. Здесь под конкретный пенник я сделал, под тюнзовский 9003, кажется, как-то он так называется, не помню. Точно тоже в обсуждении вконтакте я напишу, что за моделька. Вот. И дальше уже из этого отсека, из пенника, вода будет перетекать в насосный отсек. И еще один важный отсек, тут довольно большой, много места занимает. Это отсек для пресной воды, да, такой накопитель запасной воды, для автодолива. Вот. Такие сделала примерно. Вот так все это выглядит, можете посмотреть. Повторюсь, да, я детальки, все эти чертежи выложу в контактовской группе. Ссылка на вконтакт с проектом этого аквариума будет в описании к ролику. Если вам понравился видос, жмите лайк, подписывайтесь. До встречи в новых видосах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok